дом милый дом приветствую всех любителей матриархата и не только это бенчерс и мы продолжаем потихоньку движемся к финалу как я понимаю господа и дамы вот наша искательница она же дочь военного этого товарища забыл я как его зовут честно говоря извиняюсь но забыл и как его зовут пеннингтон до дочь пеннингтона от которой он отрекся потому что она изучала какие-то таинства и он назвал ее ведьмой и отказался от дочери но и она отказалась от него приняла другое имя ее звали грейс теперь ныне покойные середины макрейт даже сначала перепутал ее с ней а нам нужно отправиться в пустоту на острове чтобы попасть в нью-иден я не знаю сколько еще до финала так что сейчас мы идем костру прыгаем на остров что это это не ваша забота я понял и тебе не болеть ваше новое жилище нравится мне больше раньше было другой дай полазим тут полюбопытствуем тайна мышелые башки я так скучаю по госпоже больше всего мне не хватает ее присутствии наставлений готов ли я я знаю что она готовила меня к чему-то но к чему так много вещей которых я не вижу ясно почему середина ушла от ответа когда я спросила что меня ждет я так до конца и не поверил ее словам о том что от нее сокрыто множество тайн не убеждена что она пыталась защитить меня отказываясь ответить на мои вопросы судя по ее последней встречи с мышелый башкой она прекрасно знала кто он такой чья он тень ей было знакомо его манера проверять часы его гневный голос и даже его имя он сол неужели этот дух некая странные жуткое воплощение моего отца я помню каждое слово одного из наиболее загадочных наставлений середин ибо равновесие нарушится столь сильно что мертвые смогут вернуться из будущего который ты уже видела неужели старик мышелая башка это наказание которое задумал для меня кошмар скрывающиеся в нью-идене что именно середина знала события будущего которые я уже видела боюсь что моя судьба как и судьба других обитателей не видно зависит от существа прячущегося в молитвенном доме скоро мне придется туда отправиться искательница то есть она похоже будет нам помогать до финальной битве вулкоды руанока по сей день исследования нового света вызывает у меня лишь разочарование досаду несмотря на многие месяцы поисков колония гипотеза которую я сформулировал после изучения записей джона уайта была опровергнута мне не удалось найти здесь никаких следов вулкодов или вампиров других видов на острове руанок нет ни души его покинули даже коренные жители я отправился на север поисках таинственного острова кресент рассказом местных моряков он недавно бесследно исчез на мои поиски вновь ни к чему не привели хоть у меня и были новейшие карты остров отыскать не удалось на меня нахлынуло очень странное чувство будто какая-то злая сила парила над океаном забивая корабли с пути в основе местных европейских обычаев одни оккультные традиции но здесь все совсем иначе как бы то ни было я уверен что на этих неизведанных берегах и землях кроется ужасные тайны куда бы я не пошел под привычной для колонии в новом свете маской праведности и чистоты видны следы сверх естественной злой силы на этих страницах я записал результаты своих исследований и наблюдений надеюсь они пригодятся моим братьям в будущем я убежден что братству братству стол и святого павла нужно больше местных наблюдений которые смогут быстро сверять сведения с нами нам надлежит пристально следить за явлениями что случались и скоро произойдут здесь если кровопийцы еще не скрываю за среди местных смертных они точно не заставить себя долго ждать нашим наблюдателям нужно будет от расследовать любые знаки их присутствии докладывать о них прежде чем мы решим что нужно прибегнуть к изгнанию дракона как только я вернусь в англию начну искать среди братьев тех кто готов поселиться в колониях за океаном тайне исполнять наш священный долг люций разбери глава братства святого павла это может пригодится братства святого павла про него же что-то читали я вот не помню что он что-то было они видели ночи времена как и все мы так ладно с ней говорить уже бесполезно мы обо всем с ней поговорили надо добежать до костра прыгнуть на остров и отправляться уже пустоту на оттуда в невидом нас там заждались теперь на хранительница пусть она будет также мудра как ее наставница хотел бы я в половину быть так мудр как моя это глупо как может показаться ты совсем справишься ура мы заслужили похвалу от антеи давайте по этому поводу устроим пир так у меня там пара очков развития есть хотя я наверное уже все качал да вот только тут что нибудь можно взять и здесь так изгнание заполняет врага слияние надо спать давай и тут выстрел друзья наносит физический урон по области о май увеличит получаем очки изгнания на 20 повышает получаем ряду мне давай вот это возьмем а здесь уничтожая врагов во время слияния осталось 20 очков здоровья вот это берем дух потому что слияние я очень редко пользую хотя зря один активно пользоваться отпрыгаем на остров есть у меня на острове какой-то знак вопрос да давайте его посмотрим раз мы уже здесь или он под землей где-то а он где-то под землей или вон там все как-нибудь вкусимся я думаю или не спустимся короче или или очень много или туда нами через костер можно как-то на берег попасть а вот проход или отсюда пришел нет я сюда пришел чем не мне просто любопытно вдруг почему-то стало любопытно не знаю почему не спрашивайте а это очередная пустота но это уже не так любопытно честно говоря хотели книг не к ней проход на к ней четыре метра но мы там ничего интересного не получим ну ладно раз пришли давайте сходим хотя вопрос где мы выйдем мы можем выйти на другом конце карты далеко от костра ну ладно раз уже пошли зачем я это делаю не знаю мы так и так сейчас пустоту бы попали только в другую будет две пустоты эти быстро постараемся эту пробежать если нас не аннигилирует изгоня наносит больше урона печально изгоня это долго и его надо прям копить копить что-то 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 это вот и мужчин долга вот этот у это надолго я мы четверть снесу с нашу только изгнанием это надолго они еще и хилиться они же по статей еще откиливается ну блин это же поэтому я сюда не хожу это духота душнейшая и меня зажали здорово вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Да Душновато Пока это изгнание накопится, плюс враги. Ладно, если враги умирали с одного изгнания, но нет. Здоровые умирают с трех. То есть это надо копить это. Это прям. И опять с изгнанием, да. А к этой тени еще хрен подойдешь, чтобы ударить. Нормально. Я люблю эту игру. Нет, я ее не люблю. Это ублюдская игра. Ублюдскими заданиями душными. Полчаса сейчас их придется ковырять, и в итоге мы умрем, я уверен. А он еще и отпиливается. Ой, бля, ну это забей. Мне надо постоянно бить, чтобы он не хилился. О, бля, ну это забей. Парирование, которое я не использую. Надо постоянно его спамить атаками, потому что он хилился. Просто ПКД. А рядом что-то есть. Да мне насрать, что там рядом. Зря я сюда полез. Это для истинных ценителей, скажем так, не для меня. Спасибо. Мне своего дерьма хватает. Чужое мне не нужно. Так, мне, я так понимаю, сюда, да? Погнали. Готов пройти через разрыв. Точка невозврата. Да, ребята, это финал. Вы собираетесь войти в разрыв пустоты ведущего Нью-Идома. Если вы войдете в разрыв, вы же не сможете вернуться. Также не сможете получить сущность, уменьшать снаряжение, изменить судьбу Анте и Рэда. Прежде чем отправляться... Да, 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 я готов. Я очень давно к этому готов. Это финал, господа. А стой. Сейчас начнется сопли, да? Ты готов? Ты не готов? Точно? Не точно? Пути назад не будет, верно? Верно. Вечно кажется, что у тебя еще есть время. А потом оказывается, что оно уже вышло. Анте базу тут двигает. Что если бы мы сюда не приплыли? Ты никогда не думаешь о том, как бы все сложилось, если бы мы сюда не приплыли? Никогда. А ты? Иногда. Я думаю о нашем последнем утре в порту. О нашей крошечной комнатке с видом на рыбный рынок. Ужасно шумный рыбный рынок. Ты крепко спал в моих объятиях, а я лежал, слушая этот гул. Я часами наблюдал за тем, как занавески развиваются на окне. Мне просто казалось, что часами. Я часто думаю о том моменте, застывшем во времени мгновений до того, как мы получили письмо Чарльза. Мы были рады получить весточку от друга, а наш последний успех воодушевил нас. Призрак поднял винный погреб герцога на воздух, но мы выполнили работу. У меня была хорошая жизнь. У нас была хорошая жизнь. Я буду очень по тебе скучать. Нам еще многое нужно сделать, прежде чем придется прощаться. Так что вперед. Спасибо за то, что был рядом все это время, за все. Ну что, отправляемся в бой? Снова и снова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что это? Прошлое, которому мне, похоже, все-таки нужно взглянуть в лицо. Идем дальше. Какие-то тайны полезли. Антая что-то не договаривала? Возможно. Не теряй бдительности, в тебе все еще тянутся тени. Прекрасно. Ты тоже вспомнил школу? Конечно, наши последние ночи вместе. Так и знала. Вопрос в том, как нам туда добраться. Тут где-то должен быть спуск. По логике я могу спрыгнуть отсюда, но по логике игры я не могу. Я только в обозначенных местах могу спрыгивать. Кипа таких. Мне нравится твоя кукла. Что ты делаешь? Это Олеха. Она ведьма, которая бежит от испанских солдат. У нее был конь, но он умер. Он был ее старым другом. Давай-ка сделаем для нее плод. Янтея. А тебя как зовут? К черту все это. Что это, отголоцок? В пустоте? Не знаю. Не желаю знать. Так, какая-то душесчипательная история про Антею и ее подругу. Так, это просто ответвление в никуда? Да. Что за... Опа, перегородили мне путь. Ладно, идем к другим маршрутам. Терпенты. Ты же знаешь, что мы должны быть вдвое лучше их, чтобы получить хотя бы половину того, что у них есть. Как же мне она надоела. Так, а тут что? Мне кажется, твоя мать тебе завидует. Я способнее, чем она была в моем возрасте. Конечно, она мне завидует. Мы могли бы упражняться втайне, когда она не видит. Это воспоминание моем детстве, но почему здесь? Не знаю, Антея. Это ты мне скажи. Это ты мне. Я не знаю, Антея. Убийство. Я не знаю, Антея. Я знаю, что вы выглядите. Я знаю, Антея. Я знаю, Антон. Я знаю, Антон. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дает о себе знать Или наоборот Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok кожи я думаю так мама мама это просто игра что что происходит давай сожги и сожги и и что что-то такое ножом сгорел но но и жили я изгнала ее сама не знаю как в то время я не понимала что она такое она здесь ведет нас куда-то куда-то куда нам не стоит идти то есть нет моя идея белокожей подругой развалилась это призрак был какой-то тень который заставила похоже антей сжечь свою мать в доме жесть освободи санте позволь огню расплавить твои оковы осторожно это на близко а у нас с кипами и ссылками проблемы антея и где враги он они хотя подкидываем ся остань санты отстанься и поиграй со мной как там открылся проход нет ни хрена такое чувство что у меня водит за нас она с нами играет хочет чтобы мы почувствовали себя бескомощными я полакомлюсь твоей душой однажды ты победила но больше не выйдет не выйдет давай поиграем антея давай поиграем ты никогда отсюда не выйдешь вот горящий дом антеи да суженный точнее если сквозь огонь если нельзя огонь обойти нужно пройти сквозь него бедная маленькая антея совсем одна не с кем поиграть не с кем поговорить бедная антея такая талантливая способная зажатая скованная покинутая иди к черту я могу тут откидиться серьезно да я могу тут отдохнуть ребята я могу тут отдохнуть серьезно окей вы точно хотите отдохнуть блин может это прикол какой-то может мячи тут придушат не мы в пустоте отдыхаем где нас преследуют призраканты и могли как-то восстановление хилок обрисовать по-другому я не знаю они так вот так вот что мы тут сели отдыхать это очень странное решение на что-то я похоже отдохнувшимся не чувствую на мне я остановился нормально хорош почилили можно и продолжать гениально но разрабы ну просто я не знаю можно было как-то это придумать или или бы сделали этот дом неразрушенным а каким-нибудь безопасным местом в пустоте да где можно отдохнуть где тебя ничто не тронет но так это очень странно выглядит только посмотрели на себя посмотри на себя мертвую держишься за чью-то жалкую душонку безнадежных поисках смысла спасибо раури макрей что привел ее ко мне это существо служит оралу ред не поддавайся скорой ты будешь мой твой голос твоя душа все что у тебя есть будь ты прохвата хочешь поиграть календаре что же давай поиграем наконец-то ты навестила календаре свою самую близкую подругу мы не подруги а тебя зовут не календаре может надо назваться тем что меня в тебе привлекло твоя усталость твои одиночества твоя заносчивость зачем ты привела нас сюда что тебе нужно от тебя пока ничего а потом ты станешь моей игрушкой милой маленькой игрушкой только посмею тронуть осторожно мысль о том чтобы разорвать твоего ненаглядного питомца на куски становится все более заманчивый мне бы не так хотелось чтобы ты пострадала пытаясь его спасти постой агда это ведь уже случилось правда скажи мне рари слона макрей что ты почувствовал когда понял что едва знаешь женщину который любишь каково это после стольких лет вместе узнать что у нее есть секреты на любовь к ней безусловно а что насчет нее таких как ты наверняка немало да тоже такой коварный демон как ты делает пустоте почему ты не воплощенном а твой питомец любопытен он не слушается уродливая от него воняет он плохой пес от плохих псов нужно умерщвлять не надо она когда-нибудь рассказала тебе эту историю рари а насколько я помню что случилось прямо перед тем как она отправила меня сюда я поступила так как должна была ну конечно рари пожалуйста годами я отказывалась принять бремя своего поступка проступка взглянуть в лицо своим сожалением признать свою вину мой дом сгорел дотла мое лицо всегда будет отмечено шрамами смотря зеркало я вспоминаю тебя я оставила семью которую едва не убила похоронила свои истинные чувства под ненавистью к тебе с меня хватит когда-то я любила тебя ты была моей сестрой моей душой но теперь я понимаю что ты порождение всей этой тьмы и наслаждаешься и потому я тебя прощаю я прощаю календра за то что она всего лишь зеркало и прощаю себя за то что не было умнее а ты роли макрей сможешь простить ее за то что она покинула тебя лишив любви и оставив тебе лишь воспоминания ты не нужна мне и никогда не была нужна твои уловки на меня не действует теперь нет я тебя не отпущу нет теперь это моя обитель ты отправила меня сюда и теперь когда ты со мной я могу насытиться значит ты так и не поумнела антея антея такая умная девочка так ловко обращаешься со словами силы это с их помощи ты соблазнила своего питомца так все посмотрим что там антея меня зовут на звуку я верная служительница царицы кура что за ну же останься ненадолго останься навсегда это скорбец а он защита до его когда понятно мои владения мои правила посмотрим собака так его надо разрушать выстрелом что я не могу как как идем дальше но мог кстати такой же какой был у нас уже был такой противник пустоте то есть могли бы и нового придумать нет и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надо было сначала эту хрень уничтожить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ты встал-то, бля, придурок Он просто встал на месте Так, нужно еще уничтожить Одну вроде, да Только где она запрятана, я понять не могу А вот это вот, да? А почти там Я был ребенком, когда я тебя Помнишь? Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вы Never bom Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как я понял, родные выжили, но дома она все-таки сожгла. И потом она ее изгнала в пустоту. Продолжение следует... Покончим с этим. Неужели ведь город в плеще? Должно быть ее влияние... Все еще сильно. Только не говорите, что мне сейчас надо будет искать сраные корни. Не надо. Как бы сказал Чарльз, еще один день, еще одна душа, которую нужно спасти. Эти люди даже не представляют, с чем столкнулись. Это наши воспоминания, да. Я что-то провтыкал. Мы понятия не имели, с чем нам придется иметь дело. Если бы я воспринял угрозу серьез, ты была бы жива. Сейчас важно лишь то, что ты поможешь мне вознестись. Не хочу, конечно, отгущать кратки, но опять Ред всю вину берет на себя. Хотя это не так. Она сама туда пошла. Когда он спал. То есть они оба виноваты, что... Они не восприняли угрозу всерьез. Это даже виновата больше Антея. Не потому, что она мне не нравится, а потому, что она его наставница. А он ученик. Она должна была воспринять угрозу всерьез, а не он. Но он винит себя. Опять виноват... Долбанный мужик. Понятно. Понимаем. Принимаем? Не принимаем. Понимаем? Понимаем. Так, вот будет бой, скорее всего, да? Или нет? Просто такая площадь как раз для боя. Но, похоже, нет. Так, мы вернулись в порт. Платбища. Сердцевина. О, господи, тут будут корни. Их четыре, да? Раз. За что мне это? Два. Раз, два. Вижу, третий. Не вижу четвертый. Или к три. Не, их вроде четыре. Блядь, нурэд, ну что ты? Ладно, мой косяк. Не, их три. О, господи. Спектр позиция. Мы потеряли несколько? А, я просрал. Окей. Ладно. Понимаю. Ладно. П talking. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам просчет лекцию от священных кузов брака. Эстер не осмелится. Нам не нужен листок бумаги, чтобы расстраиваться. Да, я помню, что ты это говорила ей. Мы так любили друг друга. Мы любим друг друга. Безо всяких условий до самого конца. Да, до самого конца. Я вижу свет. Что? Неужели Эстер по-прежнему здесь? Опа. А, нам тут этот дадут. Костер, что ли? Хотя нет, у нас тут есть костер. Вот где-то там. Здорово, я промахнулся. Мы-то мы все читали вроде в началище игры. Здорово. А ведь это зачем пришел? Я думал, тут костер, но тут его нет. Ладно. Насрать на костер, пошли Эстер проверим. Это же на Чарльзе, если кто забыл. Я думаю, что она мертва или одержима. Она не может быть жива. Эй, есть кто дома? Что ты сказал? Чарльз, не говори глупости, мы уже это обсуждали. Эстер. Руари? Ты мне снишься? Она жива? Ты здесь? Ты правда здесь? Я здесь. То есть мы. Ты все это время была здесь одна? Нет, не одна. Иногда меня навещает Чарльз, мы разговариваем. Это не Чарльз. Чарльз вознесся, помнишь? А да, помню. Все словно в тумане. Можно ли лечить раны от потерянной любви? Эстер, ты меня знаешь? Антея, да, я тебя знаю. Ты приходишь к ряду, как Чарльз приходит ко мне. Это так мило с той стороны. Милая Эстер, я умерла. Я призрак. Знаете, я бы с радостью пошла с вами троими искать призраков и все в таком духе. Я быстро учусь, но не сегодня. Сегодня все как во сне. Мы можем поговорить о Деборе? Не произноси ее имя. Она тебя услышит. Она услышит мысли. Пускай. Правда не стоит бояться. Правда это свобода. Этой истории не будет конца, пока правда не будет высказана. Ред, ты мой милый добрый друг. Но нет той правды, что не была бы похожа на кошмар. И отличить одно от другого невозможно. Ничто не выстоит против правды. Даже власть кошмара имеет пределы. А что если эти пределы границы Нью-Идена? Что если здесь она всесильна, и выхода нет? Чему быть, того не миновать. А если все закончится, мы обретем свободу. Что будешь делать? Я вернусь в Лондон. Нью-Иден потерян на долгие столетия. Я призрак, а призраки не видят снов. Это реальность. Мы здесь, и ты тоже, уверяю тебя. Может, все это не по-настоящему. Может, все это ее сон. Может, это и есть проклятие. Может, жизнь это сон. Но черт возьми, надеюсь, что не так. Знаешь, Нью-Иден был мечтой. Мечтой о рае, которую разделяли мы, его жители. Но похоже, мы превратили ее в кошмар. Что творится в молитвенном доме? Я не задаюсь вопросами про молитвенный дом, и вам не стоит. Подумать только, когда-то мы там молились. Чарльз читал там проповеди, именно там. Всему приходит конец, и хоть и хорошему, и плохому. Молитвенный дом всего лишь здание. Мы пойдем туда и поставим точку. Ты добрый и смелый человек, Рэд Макрэй. Я буду помнить о тебе, когда тебя не станет. Если сохраню память. Что ждет нас в молитвенном доме? Вы знаете? Вы знаете, что ждет вас там, за жуткими зарослями. Молитвенный дом стал ее садом. Ее ненависть проросла глубоко, и побеги расплодились по всей земле. Словно ветви кровавого дерева, что растет из своего сердца. Что произошло в Нью-Идене, пока нас не было? О, все ушли. Я не хотел идти с ними. Она разрешила мне остаться. Она? Дебора? Не произноси ее имя. Это ее злит. Она стала еще сильнее, а ваше возвращение ее уже разгневало. Мы вернулись за телом Антеи. Это ее привязь, и оно ушло... Оно у кошмара. Да. Она в заложниках у собственного тела. Ее плоть, ее привязь. Чарльз мне все рассказал. Мы должны убрать привязь, чтобы Антею освободить. Она не отдаст тела. Вам придется ее уничтожить. Но если исчезнет она, исчезнет и Чарльз. А я этого не хочу. Совсем не хочу. Но увы. Мы не хотим ее злить. Не хотим сражаться. Антея лишь хочет забрать то, что принадлежит ей. В прошлый раз, Рэд Макрей, тебе удалось избежать смерти. Думаешь, она снова тебе это позволит? Очень на это надеюсь. Она знала, что я вернусь. Что еще мне оставалось делать? У кого из нас есть выбор? И если свобода воли — это ложь? Выбор нет ни у кого. Темы друг у друга, проблески надежды, тщетно мерцающие во тьме. Спар. Понятно. Прощай, Эстер. Быть может, мы еще встретимся. Может быть. Так приятно поболтать с новыми старыми друзьями время от времени. От времени. Понятно. У Эстер тут своя атмосфера. Так, эта игра меня не перестает нервировать. Она багует на каждом шагу. Я только что застрял в текстурах Эстер, не мог выбраться. Трудом вылез. Ладно, пора уже идти душиться. Сердце разрывается, когда вижу ее такой. Это все из-за кошмара. Будем осторожны, теперь мы в ее владениях. А до этого ты не поняла, что ли, эта, дорогуша? Когда мы закончим здесь, отправимся в плавание. Куда-нибудь где тепло и безопасно. И мертвые не покидают своих могил. Таких мест не бывает, но мысль неплохая. Так, это дом, где мы отдыхали, да? Что мне сказать во время твоего вознесения? Я не знаю. Все призраки задерживаются, что-то там такое. Отдохните в школе. Да, уж довольно странное возвращение к родному очагу. И тут все нормально, да? Давайте отдохнем. Странно вернуться сюда. Странно спать рядом с местом, где ты погибла. И все же, постарайся отдохнуть, тебе это нужно. Не знаю, смогу ли. Давай, говори уже. Почему ты вернулась? Призраки не остаются просто так. Какая у тебя причина? Не знаю. Да ладно. Правда не знаю. Ладно, как скажешь. Я велела тебе быть осторожным. Той ночью в этой комнате я просил тебя быть осторожным. Я боялась, что ты начнешь действовать опрометчиво. А ты встал и пошел прямо в ее ловушку. Я думал, ты пошла в молитвенный дом без меня. Я погибла, чтобы спасти тебя. Ты осталась из-за ее гнева, да? Я осталась потому, что было зла на тебя. Я думаю, я знал это и раньше. Где в ней уходить? Часть меня все еще злится на тебя. Из-за моей боли и страха. Моего страдания, моей смерти. Я злюсь на тебя. Антеля, мне так жаль. Я действительно, извиняюсь. Знаю, ты сделал все, что в твоих силах. Но я погибла. И совсем скоро тебе придется меня отпустить. С удовольствием отпущу тебя. Вот честно. Я до конца не понимаю, почему она обвиняет меня. Типа, ты пошел туда опрометчиво. Я пожертвовала собой, но Реджи пошел туда, потому что не нашел Антею здесь. Он пошел ее спасать. А то, что его обманули, ну, блин. Да. Обманули. Ну, а где была Антея в это время? Все это время, пока Ред там пошел к молитвенному дому. Искал Антею. Где она была? Вопрос открытый. Время пришло. А что если мы... Что если я вновь потерплю неудачу? Одно неверное решение будет стоить нам слишком дорого. Что бы ни случилось, мы не отступим. Пока смерть не разлучит нас. Ну да. ЧUP «Все» ЧUP «Все» ЧUP «Все» ЧАП «Все» ЧАП «Все» Субтитры сделал DimaTorzok Нормально Я выстрелил взороженный Опять корень, твою-то мать Ладно, опять корень, опять это увлекательное задание Один Второй А третий где? Третий, да? То есть в этот стреляю, бегу в этот стреляю, бегу в тот стреляю Не видно страдает, мы страдаем, друзья Я принес страшные вести Среди нас ведьма Верно, Дебора Каминия, заковать ее в цепи Нет, это ложь, я не ведьма Так вот с чего все началось Да, с обычной злобы в сердцах испуганных людей Ну, блин, ребята Это да Это было понятно уже давно Что все началось с нужного обвинения Деборы И все пошло дальше под откос, и из-за этого все беды Этот сделал то, этот сделал то, принял такое решение, такое Трусливые людишки начали кидать нее камнями Дебора Каминия, ты признаешься виновной в службе дьяволу Ведомой милостью Господней Я выношу ведьмы приговор Сознайся и назови своих соучников Или погибни за свои грехи Это Хаскел у нас говорит Мне не в чем сознаваться Как такое можно было допустить? Никто не вступился за нее, даже слова не сказал Это не правосудие Это насмешка над ним Ну да И даже Кейт Которая как бы ее любила, да, или что там у них было Тоже промолчала Что, господа Дом, милый дом Пора Как мне туда попасть Я вижу тут якобы какую-то метку Или мне надо опять корень А, опять корень Юху Увлекательно Так, раз Два А вас двое только, да? Я не ведьма, и вы это знаете Вы все Не отворачивайтесь Вы обязаны Отпустить меня Обязаны За меня никто не вступится Никто? Прошу, помогите Хоть кто-нибудь Я чувствую ее боль Оборевающий ее ужас Ее горькое отчаяние Она слишком много страдала Как и мы Не, вот Дебору действительно реально жалко Так, ну что, ребятки Я не знаю, сколько мы будем троить эту гниду Но я думаю, явно не один раз Смотри Мое тело Мой облик Моя плоть Которую оставили здесь как трофей Скорее, как приманку Мне живца ловят Погнали Анте, ты неплохо хранилась за это время Хе-хе-хе Круг Замкнулся Ну здравствуй Так, она Возвращает время вспять Вы вернулись к началу Или это начало вашего возвращения Парадокс Парадокс Как умно Вам так нравится играть со временем Я не играю Дебора Мы знаем, что случилось с вами Знаем, что с вами сделали Сделали? Делают до сих пор Я все еще слышу треск своих костей Мы не хотим причинять вам вреда У вас мое тело У вас мое тело Я пытаюсь вернуть его Только и всего Помогите нам Ведь мы можем помочь вам Нет, не можете Потанцуем Тучара Такая наивность Не то Не то Блин, она довольно больно лупит И очень часто Мне кажется Тут надо в отражение идти И парировать Какая из них настоящая Я не могу настоящую поймать Мой Я не могу чувствовать Она не со мной Четыre Говорит Это только первая стадия ребята ой промазал молодец и не выходит а стандарт Поехали! довольно опа а вот и сама дебора и это я но ты противостоишь мне они убили нас пусть поплатятся максом то нет они не заслужили нашего гнева точно не эти двое наш гнев познают все они раздавили нас лишили нас дыхание ты знаешь и просила возмездие больше не прошу все кончено 20 слышали люди знают правду нет вернись напитайся болью предательством гневом хватит мне больно узрите мой гнев вообще будет замес я так и насчет не конец ой 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 а че так больно то они Они уничтожили нас! Данисус, я не останусь. Возвращайтесь к борьбе! Они уничтожили нас! Они уничтожили нас! Я здесь, черт! Дайте михилки восстановить! Ни уничтожили нас! Нет ни уничтожили нас! Нет ни уничтожили нас! Ни уничтожили нас! Ты просто так не уничтожил! Ни уничтожили нас! Ни уничтожили нас! Я... Я... Я тебя уничтожил! Блять! Ни уничтожили нас! 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 Ну, вдрывайте! Блять! Что ж такое-то? руиню руиню пытаюсь пытаюсь забороть стадию не надо торопиться только все фейлю блять это будет долго какие думал это будет долго это будет душно и и и и и и себя еще попадал потеряться было бы вообще великолепно я украду тебя! Укрой! опять половина хипов уже нет и банки съедены головы я попадешь вы 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 Я могу... Ничего не уходить! Ты еще не уходишь! Продолжение следует... 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 мы хорошо потрудились теперь моя смерть не напрасно однажды мы встретимся снова ты только не торопись события я люблю террори макрой я стал лучше после тех лет что провел рядом с тобой ты научила меня выживать научила меня жить спасибо от всего сердца спасибо прощай любимая смерть мертвецам жизнь живым а 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 и а а а и а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Историю о его возлюбленной НТИ О ее жизни и смерти И о том, как они вместе сняли Проклятие с Нью-Иденой одолели кошмар Субтитры создавал DimaTorzok Господа, дамы Мы прошли Беннишерс Мы прошли игру Единственный у меня вопрос А что с Искательницей? Я думал, она как-то будет в конце Как-то ее сюжетная линия закроется А нет, она просто стала следующей Искательницей Ой, точнее, следующей Серый Диэн, да? И все Я думал, как-то она примет участие В финальной битве Ну, нет Какая-то незаконченная, мне кажется, история Хотя, можно сказать, законченная Мы узнали, кто она такая Что она дочь Пеннингтона Что она заняла место И что все будет циклично Да, потом она найдет свою Ученицу И все повторится, скорее всего Я имею в виду, повторится с Повторится с С ученицей и Учителем А не с тем, что опять кошмар будет в Нью-Идене Давайте быстренько промотаем Может, там какая-то будет в конце Заставка После титров Хотя, маловероятно Просто, если нажать продолжить Меня, наверное, выкинет в меню Так что Быстренько прокрутим Все это дело Благо, нам позволяют это сделать Не заставляют смотреть титры До конца И нет Ничего такого Что, пришло время поговорить Про игру И выводы у меня Крайне печальные И неутешительные Хочу сказать сразу Очень многие Даже большинство Эту игру Хвалят На удивление Я был очень удивлен Когда Посмотрел информацию По игре И в стиме У нее Куча положительных Отзывов Там 80 Что ли Процентов Или 85 И большинство Новостей По игре Которые я встречал Если спуститься в комментарии Очень многие Хвалят игру И ждут продолжения Этой игры Тут возникает вопрос Или эта игра Действительно хорошая И со мной что-то не так Или я не знаю Что произошло Но мне игра Не понравилась От слова вообще Почему? Да я уже говорил На протяжении Прохождения всей игры Основной сюжет Хороший Интересный История с Деборой С женщиной Которые Обвинили В ведьмовстве Те дикие времена Без следствия Без причины Ее убили Жестоко Запытали Закидали камнями Кинули на дно Куда-то там И зашвыряли Ее бедное тело Камнями Последние минуты Ее жизни Были Настоль ужасными Насколько это Просто возможно И это повлекло Цепочку событий И погрузило Нью-Идон в кошмар Виноваты ли жители Нью-Идона? Конечно виноваты И мэр виноват И Пеннингтон виноват Который ее заковал И мэр Который ее обвинил И вынес ей приговор И люди Которые за нее Не вступились И закидали ее Несчастную Камнями Все виноваты Понятно Что нам хотели Донести Разработчики Основной сюжет Хорош Он не супер Нов Не супер Это конечно История Богов Но за ним Приятно следить Сайт квесты Дела расследований Тоже интересные Мне на моей памяти Из всех сайт квестов А мы выполнили их все Попался только один Такой Довольно типичный Довольно скучный Вот он был недавно Я даже честно говоря Не могу его вспомнить Да Я его сейчас и не вспомню Но я о нем говорил Буквально пару серий назад Что Довольно стандартный квест Все остальные Были с интересным сюжетом С двумя товарищами Которые отправились На войну И один пристрелил Другого Чтобы его не сожрали Эти монстры С алкоголичкой Хозяйкой магазина Тоже был неплохой квест О том Что еще там было С женщиной Которая Повесилась На арее И потом Возвращалась Во времени Да много Да все они И они были Хороши Квест Самый первый Который мы взяли С людоедом Не помню Как того парня Звали Потом еще думал Что он этот Оборотень Который тело Своего товарища В лесу Там подъедал Потихоньку Все сайды Были отличные Но Это к сожалению Не перекрывает Всего того Мусора Которого в этой игре Просто До хренища Беготня О боже Я ни в одной игре Так долго не бегал То решилось бы Наплевать на эту беготню Поставьте Каждые пять метров Костер Чтоб можно было Телепортироваться Или сделайте Телепорт Костру Через карту Но нет Они этого не сделали Они сделали Полуоткрытый мир Зачем Вспомним их Предыдущую игру Вампир Там был Лондон Там тоже было Много беготни Но там были Очень компактные Локации Там было буквально Пару улиц Центр Лондона И больница И по ним Бегать Было не так напряжно Хотя беготни Там тоже было много Я помню игру Я ее проходил Я выполнял там все квесты Беготни там было прилично Надо было бегать От одного НПСа к другому Но это так не душило Здесь Поскольку они пошли В глобальность Это все Очень плохо сыграло По моему мнению Потому что Бегать Здесь просто задалбываешься Плюс еще Постоянные файты Которые Их нельзя избежать В одной серии Был момент Что я хотел убежать От боя Но я не мог Я подбежал К месту Где надо перепрыгивать С одного обрыва на другой А он не активен Потому что мы в бою И эти душные бои Да, можно Понизить сложность Я играл на тяжелой сложности Поэтому бои были дольше Но это бы все равно Не изменило их количество Этих боев Испытания Которые раскиданы По карте Знаки вопроса Зачастую Тупорылишие Они затянутые Долгие И неинтересные Почему? Допустим Возьмем Крайние испытания Наносят Повышенный урон Изгнание Полоску изгнания Надо накопить Сильные мобы Очень сильно тебя бьют Они выводят тебя В станлок То есть ты можешь только Или отражением Или парированием Или отскакиванием Отпрыгивать и копить полоску Это очень затягивает Очень затягивает Это испытание Оно становится неинтересным Количество противников Видов Вроде как Под конец игры Можно сказать Что их много Но нихрена подобного Они просто перекрашены Да У них разные способности Но противников Здесь не очень много Собаки Мертвые собаки Четыре типа духов Вот этот здоровый гигант И Кто там Бабка с этой С вилами Которая кидает на тебя Дальние атаки Плюс духи Встреляются В этих гнилых Трупов Но там все плюс-минус Одно и то же Это одинаковые мобы Просто С Разными атаками По виду То они все плюс-минус Одни и те же Ну и парочка боссов Которые повторяются Очень часто Из-за этого Выполнять все эти знаки Вопроса и сайды Становится ну просто Неинтересно Неинтересно исследовать карту Неинтересно подбирать сундуки Потому что в сундуках По большому счету Только расходники Я наверное Сундуков 10 всего За всю игру подобрал В которых мне попалось Какая-то награда Награды были в ведрах Которые были закрыты Тремя статуэтками Но тоже Я не вижу смысла Их собирать Я играл на тяжелые сложности Я ни разу Не воспользовался магазином Который тут У торговцев Ни разу Я не покупал ресурсы Я не продавал ресурсы Потому что Их тут в избытке Я ничего этого не делал И сундуки Я забил Лутать Потому что в них Были только расходники Которые мне были не нужны Поскольку На прокачку мне все хватало Я как собрал себе шмот В начале игры Так с ним и ходил Как построил билд на ружье Так с ним и ходил Ничего не меняя И вот из всего этого Складывается унылость Этой игры Но самое главное Печаль и боль Этой игры Это беготня Урезав игру Процентов на 50 Они бы ничего не потеряли Сделали бы камерные локации Небольшие С переходом С одной на другую И было бы великолепно Эта игра бы проходилась Просто на ура Я потратил на эту игру Я не знаю сколько Я могу посмотреть Тут время указывается Нет Сложность высокая Времени тут нет Я потратил на эту игру Но можно посчитать По видосам По протяженности видео Но часов наверное 30 или 40 Это просто дохренища Если бы она проходилась Часов за 15 Но даже за 20 Это была бы совсем Другая игра Но к сожалению Имеем что не умеем И поэтому Подводя уже итог Хочу сказать Что игра мне не понравилась У нее хороший сюжет Отличные сайды Но к сожалению Это все накрывается Кучей дерьма Я буквально Заставлял себя В нее играть Бегая по этим Квестам Бегая по сайдам Которые Хоть как-то вносили Лучик солнца В это уныние Но беготня Очень сильно душила И мне поскорее Хотелось Чтоб игра Закончилась Я не собирался Ее бросать На полпути Хотя эту игру Практически никто На канале не смотрит Я понимаю почему Она тупо не интерес Ее не интересно смотреть Надо было Если бы я знал Что это такая игра Я бы изначально снимал И записывал ее С нарезками Я бы просто вырезал Беготню И серии длились бы Грубо говоря Там по 40 По 30 минут Или компилировал бы серии Из нескольких в одну И вышло бы не 20 с лишним серии Как сейчас А серии 10-15 Но я этого не знал Поэтому получилось то Что получилось Давайте на этом На сегодня заканчивать Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны Пишите комментарии Что думаете по игре Согласны ли вы С моим мнением Или нет Пишите свое мнение По этой игре На самом деле Будет интересно Почитать Потому что я говорю Очень много людей Эту игру хвалят Прям очень много Я бы сказал 80% всего Что я читал Эту игру хвалят И для меня Это очень удивительно Я не знаю Что они такого нашли Или это просто Она мне не понравилась Я к ней уже Перезвзято отношусь Пишите С удовольствием почитаю Ставьте лайки Это привлекает на канал Новых любителей Хороших игр Хороших историй И продвигает видео Подписывайтесь на контакт Рутуб Там я выкладываю Все то же самое Плюс твич Туда-то три стрима С ютуба Инфа по стримам Выходит в сообщении На ютубе В группе вконтакте В дискорде В дискорде В дискорде Залетайте Ссылка в описании Всех жду На этом все Всем еще раз спасибо Мы закончили Беннишерс Очень неоднозначную игру Мягко говоря Не знаю Что пойдет На смену Беннишерс Пишите свои варианты Может что-то Подскажете Посмотрим А на этом Еще раз всем спасибо Но самое главное Помните Играйте в хорошие игры И играйте в свое удовольствие Всем спасибо Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok